Понимаю, тогда это как громадное достижение перестройки. И, в принципе, Горбачева, который подталкивал восточно-елопейцев, лидеров восточно-елопейских стран, тогда эти фаршавские договоры, к перестройке, к изменениям, разрушению коммунистической структуры, созданию более демократических парламентов и так далее. Там были свои тогда герои, которые все это сделали. Если вы сегодня послушаете немецких политиков и немецкие СМИ, то все эти революции бахотные, так называемые, в 89-е, 90-е, 91-е годы, совершили люди, ляйпцизские демонстранты. Даже Меркель, по-моему, где-то сказала, что она тоже пошла на какую-то демонстрацию. Какие там студенты, какие демонстранты, они тоже были, но они же не сломали стену. Мы знаем, как это происходило, но в нынешнем, вот, западном нарративе, какой там Советский Союз, какой там Горбачев, его даже не приглашают больше на эти праздники. Хотя говорят, Горби, Горби хороший. Но это все переделано, по-другому рассматривается. Но и так можно и по другую сторону тоже посмотреть, как там нарративы исчезают. По августу Пуча, 91-го года, который тогда в России воспринимался как освобождение от коммунистической системы, и сегодня как геополитическая катастрофа, которая сломала хребет Российской империи, уже не Советской. Вот поэтому я к тому, что вот, вы правильно задаете вопрос, вот история, какая она была, мы просто сами с вами видим, не свидетельствует тому, как она быстро переписывается и переделается, и превращается в определенные нарративы, которые вот, ну, создаются тоже не на пустом месте. И это будет дальше прогрессировать. Поэтому историкам, объективным, будет очень сложно. В будущем вообще писать и добиваться каких-то успехов, или чтобы их услышали, чтобы их понимали. Не знаю. Спасибо.